Привет, уважаемые друзья! Меня зовут Сергей Федотов, я автор блога, на котором вы сейчас находитесь. И сегодня я хотел бы сказать несколько слов про наш музыкальный конкурс, который у нас здесь проходит. Уже прошло три месяца с того времени, как я его начал проводить на блоге. Можно подвести некоторые такие итоги. Но сейчас я хочу сказать о том, что в феврале 2017 года конкурса у нас не будет. Я уезжаю в отпуск, немножко отдохну, поеду в Пятигорск. Одна-пара недель пофоткаюсь, попью вкусные водички, полазаю по горам. После того, как я вернусь, я хочу немножко с вами посоветоваться, обсудить, как нам можно наш конкурс сделать таким интересным. У меня есть некоторое такое предложение. Оно касается шкурного момента. Для того, чтобы наш конкурс был более интересным, нужно, наверное, чтобы люди были чуть более заинтересованы. Дело в том, что вот я смотрю, такая тенденция, присылают, к примеру, на конкурс 15-20 песен люди. И выставляют, конкурс начинается. И реально борьба разворачивается между 4-5 человек. Реально участвуют, реально приглашают своих друзей голосовать за них. Какая-то битва у нас идет. Порой даже прям нос в нос. Реально люди четко идут. И половина людей, даже чуть больше, получается, что прислали песню, один-два голоса, у кого-то вообще ноль. Ну зачем? Там же в конкурсе у нас написано. Присылайте песню и приглашайте своих друзей голосовать за вас. Получается, что ресурсы нашего блога летят впустую. Я хочу сделать так, чтобы сам конкурс был более немножко интересен, немножко более шкурный такой. И чтобы приз победителю был более ощутимый. Вот такие условия я хочу внедрить в будущих конкурсах. И с вами, так сказать, обсудить эти моменты вот здесь, на этой странице, которая будет под этим видео. Можно в комментариях прям писать то, что вы об этом думаете. А смысл вот в чем. Я предлагаю увеличить наш приз, не знаю, до 4-5 тысяч рублей. И вот как хочу это сделать. Допустим, участвовать в конкурсе будут те, кто действительно в этом заинтересован. Не просто там прислал песню, да, и висит она там и висит. Люди, которые хотят участвовать, хотят выиграть, хотят какую-то движуху, движухе в этой поучаствовать. Пусть это будет какая-то символическая плата, не знаю, там 200-300 рублей. Естественно, деньги эти идут не мне. Это будет, так сказать, котел, да, что называется. Котел. К примеру, давайте предположим, 20 человек 300 рублей, да, это 6 тысяч рублей. Банк нашего конкурса. Победитель, к примеру, получает 4000, первое место. Второе место, соответственно, 2000 рублей. Третьего, я думаю, делать не стоит, потому что, как показал опыт, да, В основном, два человека, как-то уже, когда подходит финал, примерно два человека более-менее соревнуются. Третий уже получается, как бы, ну, кто сам следующий, да, тот уже третье место автоматически занимает. Бывает с огромным разрывом даже. Поэтому я решил оставить два места. Первое место будет, к примеру, 4000, да, рублей, если мы соберем 20 участников по 300 рублей. Второе место будет 2000 рублей. Деньги эти не мне, это вам все, на победителя все идет. И я еще плюс 1000 сверху добавляю тому, кто получает первое место. Итого у нас будет 5000 рублей у финалиста, который первое место занимает, и 2000 у второго места нашего конкурса. Вот, я думаю, 5000 рублей, в принципе, тоже неплохо, да, честно поучаствовать в конкурсе, честно заработать эти деньги, да, потому что, по сути, не везде можно в этом так поучаствовать. Я сразу хочу сказать, что не буду я оценивать теперь те голоса, которые будут присланы с несуществующего e-mail, ну, сейчас я также это все проверяю, да, и с одного и того же IP-адреса. То есть, сейчас уже не получится, к примеру, если кто-то собралась, там, компания дома, да, у кого-то, и все с одного компьютера голосуют. Я никак не могу это проверить. Разные люди это голосовали. Ведь, по идее, можно, там, один человек дома 20 ящиков зарегистрировал, да, и с этих 20 ящиков шлет голоса. Ну, тоже нехорошо, ну, неправильно так, наверное, будет. Поэтому будет честно, если один e-mail-адрес и один IP-адрес. Все это прекрасно у меня видно, да, кто откуда голосует. Ну, IP-адреса все у меня высвечиваются, которые приходят. Поэтому теперь с одного IP-адреса и с электронного ящика, который существует, я буду принимать голоса. Вот, такие у меня, как бы, мысли по нашему поводу. Я хочу оставить вам на растерзание, да, эту свою мысль. Я склонен поступить именно так же. Кто действительно хочет участвовать, тот будет участвовать и будет побеждать. А кто не хочет, что бесплатно человек присылал, эти, там, без 200 этих рублей. Ну, не такие уж и большие деньги, согласитесь, да. Бесплатно присылал, так же оно вот висит и все. А кто хочет участвовать, тот и бесплатно участвует. И будет еще больше стимул у людей получать приз, выигрывать, приглашать своих друзей на голосование. Ну, если будет это все у нас на такой, как бы, небольшом шкурном таком вопросе основанном. Какая в этом выгода мне? Ну, естественно, материальной выгоды у меня здесь никакой. Все деньги идут вам, то есть победителям. Плюс тысячу еще я сверху на первое место буду также добавлять. Моя выгода только в одном. Чтобы у нас на блоге, на этом, была движуха, было более интересно. Как бы, больше участников, как-то, больше знакомились, общались друг с другом. Короче, моя цель, это движуха наша на музыкальном, вот этом, вот, отделе музыкального конкурса у меня на сайте. Вот и все. Я уезжаю, ребята, в отпуск, пожелайте мне классно отдохнуть, полазить по горам. Обожаю Пятигорск, вообще, Кавказские минеральные воды. Поеду на Донбасс съезжу, возможно, если будет хорошая погода, посмотрю на Эльбрус тоже съезжу. Чигемское ущелье, там вот эти водопады медовые, ну, стандартная программа. Ну, там, конечно, красота. Покушаю шашлычка на Чигеме. Там, наверное, самый лучший бараний шашлык, который я вообще пробовал. Именно в одном из кафе. У меня на этом все, ребят. Пока, счастливо, увидимся. Оставляйте свои комментарии. Пока.